Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. И начинаем свою трудовую вахту. Мы рядом с домом номер 23 по улице Ольховская. Есть повод. Здесь очень долго не могли убрать березу, упавшую на крышу дома во время урагана. Она опасно нависала над газовой трубой. Сегодня с удовольствием констатируем факт. Убрали падшее дерево. Дом стал гораздо более безопасным. И это хорошая новость. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Старожилы Левшина знают, дом 44 по улице Томская издавна называется Косым. Потому что он стоит под углом ко всем остальным домам на этой улице. И жизнь здесь, соответственно, тоже Косая. И вот, пожалуйста, одно тому подтверждение. Две недели назад дежурный по городу рассказывал вот про этот вот лесоповал. Мы рассказали о том, что деревья спилили и валяются они тут в жутком беспорядке уже которую неделю. В общем, времечко идет. А распиленные деревья так и валяются беспорядочной кучей. Напротив первого подъезда дома номер 44 по улице Томская. Вот все-таки, что ни говори, название имеет значение. Косой дом, косая жизнь. Примерно с начала августа здесь, на перекрестке улиц Волховской и Косякова, текут речки. Вот оттуда сверху и вниз под уклон по Волховской и на Косякова. Течет аж асфальт уже зелененький и замшилый. Видимо, никак не могут коммунальные службы место утечки обнаружить. Хотя странно. Например, нашей съемочной бригаде понадобилось ровно пять минут для того, чтобы найти источник этой речки. Течет вот отсюда, с газона, между хлебозаводом и пожарной частью. Судя по характерному резкому канализационному запаху, речка имеет происхождение отнюдь не природное. А это значит, ждет она, дожидается, когда приедут сюда специально обученные парни и устранят это коммунальное безобразие на улице Волховской. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного сообщения получит в подарок стул от нашего партнера мебельного дисконцентра «Наша фабрика» на Соликамской 271А. Где купить мебель, чтобы качественно и недорого? Мебельный дисконцентр «Наша фабрика» – спальня, диваны, кухни и многое другое. Соликамская 271А. И на этом Игорь Гиндис и Александр Хутиков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете и группу ВКонтакте. Завтра увидимся, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok